Всем привет! С вами Вольга Дуброва. Не забывайте, что мы в Ботаническом саду города Минска. Приглашаю вас в Ботанический сад посмотреть нашу замечательную коллекцию, несмотря на то, что вроде бы слегка угасает цветение, но будет еще одна волна. И сегодня беседа пойдет о том, как ухаживать за розами, чтобы они были здоровыми, чтобы предотвратить заболевания, потому что без превентивных мер никак нам не обойтись. И сегодня я хочу вас увести немножко в другое русло. Я не буду рассказывать вам про жесткие химические методы, потому что я против таких обработок, ибо я за здоровый огород и за здоровую планету для нас и для будущего потомства. Поэтому хочу обратить ваше внимание на то, что если вы не производитель роз, и ваша задача не бизнес, то можно обойтись вполне себе и какими-то щадящими методами. И очень даже простыми методами. В хозяйстве розовод, который планирует получить большую прибыль, он проводит обработку каждую неделю препаратами широкого спектра действия, которые уничтожают наверняка все подряд. И это для него оправдано. Но для нас таких мер не требуется. И иногда любитель практически ничего и не делает, и у него получается ровно такой же результат. На что надо обратить внимание? Во-первых, надо предоставить розе то, что она любит. То есть условия создать, чтобы не залито было, не пересушено было, чтобы не переудобрено, потому что когда она перекормлена, жирные побеги, тля смотрит, почему бы не перекусить такой вкуснятиной. То есть нельзя, чтобы мы делали переизбыток азота, не стремились к огромному кусту за счет таких многочисленных подкормок. Затем надо выбирать устойчивые сорта. Это пишется в характеристиках, и можно где-то поинтересоваться. Есть в самом деле розы, которые устойчивые, и это показывает практика, что так оно в самом деле и есть. И использовать биопрепараты, биометоды. Что сюда относится? Как ни странно звучит, можно насобирать божьих коровок или златокрылку. Они с удовольствием поедают колонии тлей и других вредителей в вашем саду. Иногда в некоторых регионах существуют даже предприниматели, которые занимаются выращиванием полезных насекомых. Можно поинтересоваться и приобрести. А можно просто пойти на лук, насобирать жменью божьих коровок и принести на свой участок. И думаю, результат тоже будет хороший. Затем различные биоинсектициды, например, масло ним, которое очень эффективно уничтожает многих вредителей. Его разбавляют с водой и опрыскивают листовые пластинки. Также всеми любимое, а может кому-то и незнакомое или забытое, это разные названия существуют. Зеленое мыло, инсектицидное мыло, садовое мыло. Оно отличается от хозяйственного мыла, потому что более щадящее воздействие, и в то же время достаточно эффективное, и спектр захватывает пошире от различных болезней и насекомых. Потому что у него в составе отсутствует агрессивный натрий, который содержится в хозяйственном мыле. И даже некоторые любители, я знаю, пользуются средством для мытья посуды. Оно также может оказать очень пагубное воздействие, особенно при ярком солнце. И еще один момент. Это совершенно простое копеечное средство. Я вот тут спрятала рояль за спиной. Это сода пищевая. Смешиваем хорошую с горкой столовую ложку в 4 литрах воды. Хорошенько размешиваем. Добавляем туда либо садовое мыло, либо на крайний случай хозяйственное мыло. Я предпочитаю уже готовое средство, которое называется прилипатель. Для того, чтобы любая ваша болтушка, которую вы готовите, чтобы она эффективно действовала и задерживалась на листовой пластинке, то это вот очень хорошая такая вручалочка, прилипатель называется. Смешиваем с водой, растворилась и поливаем. У меня за спиной сорт, который называется Аркадия. Удивительный сорт плетистой розы 1913 года. Оригинатор Соединенные Штаты Америки. И, казалось бы, чего бы это ей в разгар лета поразиться мучнистой росой, хотя рядом розы совершенно здоровые. Но оказывается, что настоящая мучнистая роса, не ложная мучнистая роса, которая появляется, когда влажно и холодно, а настоящая мучнистая роса, она появляется именно таки, и в том числе в сухой период. Вот здесь я не доставала воды, здесь куст уже не молодой, и поэтому произошло такое вот поражение. Вот ее мы потом с вами и обработаем. Что еще привлекаем в сад? Еще в сад будем привлекать полезных насекомых, как я уже говорила. Но иногда насекомые, те, которые вредители, они могут питаться и кое-чем другим, кроме ваших любимых роз. И в том числе пыльцой некоторых растений. Поэтому оставляйте на грядках такие растения, как петрушка, укроп, фенхель, тысячелистник, клевер красный до такой стадии, чтобы они начали зацветать. Оставляйте какие-то экземпляры, или даже можно оставить целую клумбу сделать из таких растений. И тогда вы переключите вредителей с кустов роз и других полезных растений на поедание пыльцы, потому что она гораздо вкуснее и приятнее для них, чем ваши кусты. Как не будет звучать фантастически, но птицы, которых мы привлечем в свой сад, создадим для них условия, кормушки развесим, скворечники и другие какие-то укромные уголки. Не стоит вытряхать наши кусты туй, вырезать их, чтобы они проветривались. А оставьте какие-то укромные уголки, чтобы там могли завестись птицы. Потому что, это даже уже доказанный факт, что порядка 60-80% насекомых могут на вашем участке уничтожать наши друзья-пернатые. Из полезных советов еще вам посоветую то, что содержите ваш участок в чистоте. Не следует наслаждаться этими красивыми лепестками, которые так романтично усыпают землю вокруг розовых кустов, когда осыпаются, насыпать их где-то на дорожке, в пруды насыпают, чтобы любоваться. В дальнейшем все это будет источником различных грибковых поражений. Поэтому все выгребаем. Выгребаем листья, которые осыпаются, выгребаем остатки растительные из-под других насаждений на вашем участке. И это убережет от поражения ваши, собственно, любимые розы. И помните о том, что всегда заболевание лучше предупредить, чем затем спасать его. Но всегда на первую линию обороны должны выйти средства самого щадящего действия. Если вы когда-нибудь дочитали инструкцию химического препарата для борьбы с вредителями до конца, то вы там увидите такую графу, как класс опасности. Выбирайте класс опасности, например, третий, чтобы это было безвредно для теплокровных. И применяйте такие препараты в вечерние часы, когда уже пчелы не летают. Либо в утренние часы, чтобы не допускать повреждения самих растений. И чтобы к вечеру они уже были обсохшие, потому что мокрое растение – это плохое растение, которое уходит в ночь. Там присоединятся различные бактериальные дела. Помните также о том, что не надо. Вот иногда пишут, берите препарат широкого спектра действия, и чтобы наверняка… Вот нет у вас там еще гусеницы, а чтобы ее не появилось. Но если ее нету, то зачем вам душить этот куст? Поэтому, обследуя ваши кусты, не только розы и других растений, смотрите, чтобы появился какой-то очаг. Вы уничтожаете точечно этот очаг. И выбирайте препараты не широчайшего спектра действия, а гораздо более узкого спектра действия. Допустим, появилась тля. Тля. Зеленая – значит против зеленой. Бобовая – против бобовой. Такие препараты можно подыскать. Ну и, конечно, всегда надо начинать, как я говорила, с фитопрепаратов. И затем, если они не имеют эффекта, и что-то вы упустили, запустили, то тогда уже будьте более настойчивыми еще раз и еще раз. И потом уже, когда совсем все плохо, можно перейти к таким вот химическим препаратам. Мне кажется, такая забота о вашем саде, о здоровье Земли. Иногда в этих инструкциях пишут о том, что не применять близкого залегания грунтовых вод. Мы даже и не представляем, куда оно все расползается и как оно потом к нам возвращается, через какие края. Препаратом, а волшебным домашним средством содой мы будем пользоваться, можно даже каждую неделю. Единственное условие, чтобы температура воздуха была не выше 29 градусов. Иначе на листьях могут появляться нежелательные такие легкие ожоги. И от чего будет спасать этот препарат? От различных бактериальных и грибковых поражений. И возможно, даже где-то вы просто ненароком обливая смоете и тлю. Кстати, вот просто обычное смывание тли, если не значительное поражение, тоже имеет свой эффект. Пока она доползет, там ее уже кто-нибудь склюет, муравей какой-нибудь утащит. И поэтому это тоже эффективно. Успехов вам! Будьте здоровы и будут здоровы ваши растения. До новых встреч!